Я не знаю, что происходит. Бишеф берет А3, как я беру что-то на А3? А, Бишеф берет А3. Это? А, тогда я получил Б8, но я был слишком кончен. А в кэше я стал глубокой минусовым игроком. И вот то, что для всех... У меня внезапно не получилось. Куменфидемастер из Швеции. А рейтинг уже 2098. Так, ну давайте это... Надо как-то перестать позориться. Конница Власова. Тем более, что девушка на фотографии симпатичная очень. Надо перестать позориться и наконец одержать вторую победу. После пяти непобед. Так, конница Власова. Вот такая вот, без перехода куда-то. Оригинальный вариант. Черные выигрывают пешку здесь. Вот таким вот ходом. Пешку Д5 невозможно спасти. Если белые правильно играют, у них будет хорошая компенсация. То есть пешку черные выиграли, но перевеса у них пока нет. Но будет, если белые не найдут правильную победу. А это непросто. Я буду фидомастером. Тут в Гроссместе они всегда разбирались. Это трек, который я чувствовал. О, мой любимый панк! Я чуть не выиграл у Панкратова. Ничью сыграл вживую в Барнауле. Когда он эту пешку мне отдал. Но, правда, он нашел правильное продолжение. Но дальше играю немножко нехорошо. Я не знаю, что это спасти, ребята. А теперь конь должен возвращаться на Ф6. И у белых Д6 есть сильный ход. А так я сам играю Д6. И остаюсь со здоровой лишней пешкой. И рокировать. И готов к разменам. Потому что размены очень облегчают реализацию лишней пешки. Я думаю, что я лучше. Я люблю свою позицию. Так, спасибо. Я думаю, что я должен идти сюда. Спасибо большое, Келлиани, за прайм. Спасибо. Мне понравилось. Ладьи соединены. Поле для ферзя на Д7 хорошее. Слон Б2 тоже отлично вышел. Слон Б2 молодец. Но одним слоном Б2 диагональ не пробить. И вдвоем с ферзем тоже не пробить. И тут ладья Е8, чтобы все было защищено и ничего не было перегружено. Ферзь теперь не перегружен. Ладья защищает коня. Ферзь защищает слона. А ладья Е8 защищает пешку Е7. Все мои фигуры делают что-то полезное. А тут можно брать и конем, и ферзем. Что выбрать? Конь это лишний размен, но я подставлюсь под удар. Выбираю ферзем. А коня через G6 поведу. Коня поведу через G6. Испытывает недостаток времени соперница. Конь G6 конечно. Я наверное должна играть немного быстрее, но... Конь еще и с темпом напала на ферзя. Это она неудачно подставилась под темп. Ей придется бегать с ферзем дальше. И размен ферзей это то, чего я хотел. Это то, о чем я мечтал. Имея лишнюю пешку. И размен ладей тоже хочу. Я вообще не против размена всех. Пешечный эншпиль у меня легко выигран. Пешечный эншпиль легко выигран мной. И не боюсь сюда пойти. Пешка C4 под боем. Конь мой активизируется внезапно. Ну не внезапно, хорошо активизируется конь. А конь G5 белых не представляет здесь опасности. Я его никуда не пущу. И конь D6 я горжу. Вот так вот. И пешка C4 падает. Падают, 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 падают листья. О, нет. Насколько момента. Да, и Е4. О, нет. А мне два пона вниз? И C4. Вот так вот. И C4, и наверное конь... Я не могу не защитить пона в любом случае. А то, что они сейчас двумят. Не надо. Я просто надеюсь, что на Е6 конь не залезала. Я пойду туда. Вот там и стой. Вот там и стой. И так, у меня-то времени полно. У меня-то две минуты. Я тут не дам ни одного шанса. Я думаю, что я должен идти на 3-е и потом просто идти на нить здесь. Наверное. Я только у меня на 2-е. G5. Это очень стрессовое. Я не буду ловить. Так, и F5. Просто все пошли вперёд. И король пошёл вперёд. Нельзя играть Эншпиль без короля. Король в Эншпиле полноценная, полноправная фигура. Это невероятно! Так, могу продолжать пока надвигать. Я знаю, что это ловит, но мы делаем, что мы должны делать, да? Победа в пешечном, наверное. Победа в пешечном, потому что король на 5 встал. И пешка Е прошла. Это просто промоутывание, да? О, нет никакого смысла. Два пешечка Е прошла. Два пешечка Е прошла. Два пешечка Е прошла. Окей, я не знаю, как ты превосходил. Все, просто превосходил. Наконец-то я нашёл себе соперницу по силам. Два пешечки и два минуты. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. О, я хочу посмотреть, как это было в конце. Как это было? Да. Я обыграл дочку знаменитой Великой Пи Крамлин. Давайте посмотрим. Вот. Я чувствовала, что моя обашесть была хорошей, пока это не было. Ну, как... Надо похвастаться с акканами. Я думаю, что ты можешь его чек-матить. Нет, я не думаю. Я думаю, что я блестировала в обашесть. Какой-то, как я должен играть это? О, я должен играть А3. Это не ошибся. Я должен играть А3. Я не знаю. Да. Я спичал это слишком много. Я должен играть А3. Так, так. Я думал, что это было так, так. Я был так рад. Найд-дь-дь-дь. И вот, Е4-да. Так. Таак. Два с половиной из... Позорище, страшно, впереди еще четыре тура. Да, если много то, это опасно. Да, когда ты и четырнадцать сказала старость? Да, когда ты и четырнадцать сказала старость? Дендройст, неверный вещь, драконов. Наверное, это все-таки из героев меча и магии из любимой игрушки поколений многих. Красивый ник. Рук А4? Я даже не имею в виду Рук, чтобы идти на Ф4. Погоди, что? У немцев уже 50 подписчиков. Да, когда мы начинали его троллить, было 40. Шиманов неплохой комментатор. Да, не сомневаюсь. Погоди, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет ничего. Окей, давайте посмотрим, что мы имеем в виду. О, мы тоже имеем в виду 83.4 аппараты, но да. Но многие...